Ромсеты для многих известных платформ исчисляются порой тысячами игр. История геймдева наполнила выбор большим разнообразием, и это прекрасно. Но особенно примечательно, что порой тысячи всевозможных игр есть, но физически существующей консоли или платформы для них нет. Прошу любить и жаловать, Pico 8 – виртуальная консоль, существующая только в виде эмулятора, но завоевавшая огромную популярность и имеющая в своей библиотеке достаточное количество значимых и интересных игр. Всем привет, друзья! Фэнтезийная игровая консоль Pico 8 была создана в апреле 2015 года компанией Lexalothal Games. Это попытка воплотить ориентированный на ретро 8-битный геймдев с открытым исходным кодом и простотой в использовании, но в то же время в жестких рамках. А лимиты достаточно существенные. Разрешение графики всего 128 на 128 точек. 16 цветов. Ну, вроде как есть дополнительные цвета и хитрости в их использовании. 4 звуковых канала. А виртуальный картридж не может содержать более 65 тысяч знаков. Кстати о картриджах. Консоль поддерживает два формата. Текстовый с расширением P8 или PNG файлик. Причем последний вариант очень интересен. Если просто открыть его в операционной системе, то он откроется как картинка с изображением картриджа. Но открыв его в эмуляторе можно увидеть хитро спрятанную в PNG файлике игру или демку. До этого я еще никогда не играл в PNG файлики. Официальный эмулятор Pico 8 можно купить на сайте lexalofull.com за 15 долларов. Что примерно около 1000 рублей сейчас. Только вот Paypal не пополните, а на официальных ресурсах, где также можно приобрести Pico 8 и оплатить картой, тоже не все так просто. Огромная благодарность Антону, что помог с данным приобретением. Дорогие друзья, вы можете поддержать меня и мои ролики на сервисе Boosty. Выход роликов там немножко раньше, а также иные эксклюзивные бонусы от меня и Доминики Рейн. Ссылочка в описании. Спасибо всем, кто поддерживает. Эмулятор для Windows в архиве занимает около 8 мегабайт, и там всего 6 файликов. И при запуске нас ждет командная строка. Команды help выводят основную информацию, как загрузить, запустить или сохранить файл. Как устроена навигация по папкам. Но по мне гораздо удобнее загружать в эмулятор Pico 8 файлики с помощью файловых менеджеров, типа Total Commander. Где с помощью Ctrl плюс Enter сначала жмем на Pico 8.exe, а затем на нужной программе. Я уже говорил в начале ролика, что всяческих поделок на Pico 8 уже тысячи. Это и игры, и демки, и прочий софт для демонстрации возможности виртуальной консоли. И прелесть в том, что исходный код открыт, и все необходимые средства разработки уже есть в официальном эмуляторе. В качестве языка программирования используется Lua. А переключаться между запущенной программой в ее листинг можно клавишей Escape. Но есть и еще фишка в виде встроенных редакторов спрайтов и музыки. А из спрайтов можно компоновать уровни, и для этого тоже есть редактор. Как же здорово все это придумано, и как мне не хватало чего-то подобного в детстве на компьютере Vector 06C. А сам факт того, что можно посмотреть листинг чужой программы и что-то мне исправить, напомнили мне как раз времена, когда я в детстве научился исправлять что-то в программах на BASIC, вызывая восхищение у друзей и родственников. И именно с этого и началось мое изучение BASIC и программирования в целом. Я раньше никогда не программировал на Lua, но немножко погуглив и имея небольшой опыт в программировании на BASIC и Ruby, я смог написать несколько своих очень простеньких программ. Начал, конечно же, со своих любимых кругов. Я их рисовал уже где только можно, и на Vector, и на BK. Ну, если смотрите мои ролики, вы, наверное, в курсе. Сохранять свои проекты в формате P8 можно с помощью команды Save. А чтобы сохранить программу в PNG, необходимо сделать скриншот с помощью Ctrl плюс 7, а при сохранении указать PNG. Таким образом, на выходе будет PNG-файлик, который, если открыть в системе, будет в виде картинки картриджа со сделанным скриншотом. А если открыть его в Pico 8, то вуаля, там наша программа. Вообще, каких-то существенных вопросов при написании программ не возникало. Я потратил на них совсем немного времени, и среда для написания показалась очень благоприятной. Конечно же, захотелось нарисовать и какой-нибудь спрайтик в редакторе и попробовать его подвигать. В итоге остановился я на машинке, которую очень быстро научил ездить в разные стороны. Блин, я уже полюбил этот Pico. Что же в нём всё так классно? Ну, это, конечно же, всё ерунда по сравнению с тем, что опытные программисты из этого Pico могут выудить. А выудили тысячи программ и игр. Всевозможных игр. Изучая эту библиотеку, я был просто потрясён. Многие игры шикарны, несмотря на ограничения консоли. Конечно же, большинство из них это всяческие платформеры и лабиринты. Ну, я увидел практически все жанры, которые возможны. Даже достаточно продвинутые космические симуляторы попадаются. Особенно мне нравятся гонки на Pico 8. Да, разрешения порой явно не хватает, но многие играются очень классно. Может, именно поэтому машинку-то и нарисовал. Управление в играх очень отзывчивое. И на клавиатуре, как правило, задействованы клавиши со стрелками и ZXC. Но, на моё удивление, джойстик Xbox One, подключенный к компу, тоже по умолчанию, я его нигде не настраивал, замечательно работает в играх. На мой взгляд, эмулятор вполне оправдывает свою стоимость. Никаких нареканий в его работе я не заметил, а приятных плюсиков достаточно. Конечно, есть и сторонние эмуляторы, но я не буду их подробно рассматривать. Скажу лишь, что в операционной системе Recalbox, которой я пользуюсь на стримах и для записи геймплея в роликах, тоже есть эмулятор Pico 8. Но работает он неважно. Запускается далеко не всё, а на некоторых файлах Recalbox наглухо виснет. И спасает в таком случае только перезагрузка. Ну и, конечно, ни о каких средствах разработки тут речи не идёт. Мы просто запускаем игры и демки, и не более. На Pico 8 мне достаточно часто попадаются адаптации известных видеоигр, которые часто называют демейками. Жаль, что не все они полноценные, зачастую в них реализованы лишь несколько уровней. Либо мне попадаются демоверсии. Но в любом случае у меня подобные игры вызывают повышенный интерес. Contra особенно порадовала. А вот в Star Fox графика практически такая же, как и на Super Nintendo. Только выглядит пошустрее и управляется гораздо приятнее. Есть даже 3D-шутеры на Pico 8. Кто бы мог подумать, что в разрешении 128 на 128 и в 16 цветах это вообще возможно. Но возможно. Вот вам и Wolfenstein 3D. Причём весьма неплохой. Ну и как же без великого Doom'а, который на Pico 8 пум. На мой взгляд он заслуживает особого внимания. В архиве вместе со встроенным эмулятором этот Doom занимает чуть больше 1 мегабайта. А исходники к игре в архиве, который в сущности из себя представляет кучу P8 файликов, около 300 килобайт. В то же время, блин, это Doom. Да, низкое разрешение даёт о себе знать, ориентироваться на локациях, пожалуй, сложнее. Да и карта не реализована, но управление динамика великолепное. И игра вполне с достоинством играется как хорошо известный 3D-шутер. Уж не знаю я, насколько нужно быть продвинутым, чтобы в таких рамках творить такие шедевры. Движок для игры разработал Fred 72, а графику звук и уровней Paranoid Carthus. Причём уровни полностью оригинальны. Да, их всего 6, но они достойно спроектированы. Хорошо придётся побегать, чтобы собрать все ключи и открыть двери. В качестве саундтрека в игре 3 известные мелодии из оригинального Doom. Противников в игре всего 4. Сержанты-зомби, импы, потерянные души и какодемоны. А в финале очень жирный босс Кибердемон. Из оружия у нас дробовик, чейнган, ракетница и плазмаган. Плазма сильно потеряла в скорости стрельбы, что для меня, пожалуй, было наибольшим огорчением. Уровни достаточно богаты на патроны. Взяв на третьем уровне чейнган, дробовиком уже можно совсем и не пользоваться. Вообще, в целом, игра не сильно сложная. Я с удовольствием прошёл её за один присест, потеряв пару попыток лишь на финальном боссе. Как я уже говорил, уж чересчур он жирный. Но в целом, Пум прекрасен. Его авторам невероятнейший респект. Есть на Пика 8 и примеры игр, которые завоевали большую популярность и перекочевали на множество других платформ. В первую очередь, это игра Селеста. На Пика 8 игра была создана за 4 дня Нойлем Берри и Мэдди Торсоном. Мэдлин пытается взобраться на гору Селеста. Необходимо прыгать по стенам и есть возможность сделать один рывок, после которого необходимо приземлиться, чтобы выполнить рывок снова. А крас волос сигнализирует, есть возможность сделать рывок, волосы красные или эта возможность исчерпана. Тогда они голубые. Игр на основе Селеста на Пика 8 множество. Оно и понятно, исходный код открытый и каждый хочет добавить своё видение популярной игры. Но разработчики оригинальной Селесты не остановились на версии для Пика 8, а выпустили на её основе игру уже для ряда современных платформ. И она обрела колоссальный успех, собрала множество наград и была признана одной из лучших игр 2018 года. Ещё одна сторона популярности Пика 8 это, конечно же, демо-мейкинг. Тут и понятно, жёсткие ранки, но в то же время свобода. Каждый пытается выдумать что-то и преподнести как новое, классное и порой шедевральное. Даже в самом начале программа предлагает скачать и установить несколько демок. И что тут сказать? Это здорово. Во-первых, это открытый код и на таких программах можно учиться. А во-вторых, смотреть на некоторые демки это получать удовольствие. В целом, консоль Пика 8 и её официальный эмулятор произвели на меня сильное впечатление. Огромный выбор качественных игр и поделок, в которые можно играть и в которых можно ковыряться. А самое главное, есть возможность сделать собственные поделки. С вами был Евгений. До новых встреч! Огромная благодарность всем, кто меня поддерживает. Когда ролик выложишь? Я его ещё не доделал. Так ты же на празднике обещал. Доминика, отстань! Да ну тебя! Иди ты в пико! Эй, что случилось? Какого хрена? Вытащи меня отсюда! Так, так, так. Как тут топорик нарисовать? Эй, зачем тебе топорик? Ты что там задумала? Хорош! Я все ролики выпущу, буду дарамы смотреть с тобой. А-а-а! Боя! Ну вот, давай! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...